со всех сторон сойти с ума все мои отрицательные стороны будете показывать у вас их нет хотя я вам отвечаю да да мне ребятчики а вот общие крупные да все готовы да ну что начнем ради бога татьяна львовна поскольку это интервью выйдет 8 мая ровно накануне одного из главных праздников я очень хочу вас спросить как обычно вы встречаете и отмечаете 9 мая и отмечаете ли а как же святой праздник я очень хорошо помню 9 мая когда день победы мы с девчонками шли по невскому и с каждым кварталом народ при связи присоединялся все все больше 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 и дворцовой площади это шла огромная толпа мы пришли на площадь это вот я сейчас говорю мне даже мурашки прям совершенно незнакомые люди обнимались целовались плакали хохотали потом фейерверк в небо него не выстрелы а фейерверк все небо озаряло своими цветными слышками такими это было потрясающе совершенно и конечно с того дня всегда в нашей семье отмечали этот день это святой день который нельзя не отмечать потрясающе совершенно и вот я сейчас жду этого дня чтобы тоже отметить вспомнить у меня же погиб брат причем самом начале войны же вы знаете же ему было 20 лет и вот последнюю открытку я буквально вчера вчера переверяла документы и мама папа сестра едем на фронт настроение у всех боевое враг будет разбит буду по возможности вам чаще писать это была последняя открытка 31 июня 41 года а сейчас спустя уже такое большое количество лет как вы 9 мая проводите ну так где-то ремочку приводить поднимают за всех и погибших за володеньку конечно конечно да да за брата да и вот товарищи приятели тоже все погибли все погибли да ну и запаху конечно который пережил войну тоже вот это святой 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 день что всегда помню сегодня стало ну наверное отчасти модным отмечать 9 мая очень торжественно сбряться ним оружие с парадами часто родители своих юных совсем маленьких и наряжают в форму военных лет ну и тогда к этому относитесь ну я не знаю нужно ли детишек наряжать военную форму но то что дети должны знать и подростки и школьники что это святой день день когда погибли столько народу столько молодежи такие же может быть молодых людей которые тот как володя 20 лет что ему что он видел ничего его призвали в армию все и как объявили войну их сразу погнали вот и все поэтому конечно отмечать надо безусловно молодежь должна знать и чтить эту память так сказать обязательно обязательно так парадом вы как относитесь парадом ну может быть как и дань так сказать памяти наверное может быть может быть но то что этот день надо отмечать чтобы обязательно на новое поколение это ведь знала а не забыла так Вообще, когда-то что-то было. Нет, это надо всегда помнить, потому что столько людей положили в свою молодую жизнь для того, чтобы они жили, они учились, они обретали профессию и так далее, и так далее. Обязательно. Сегодня очень много говорят о патриотизме и пытаются найти то самое верное определение к этому понятию. Что для вас истинный патриотизм? Ну, я не знаю. Вот, кстати говоря, мы только сейчас ехали, с шофером говорили о том, я патриот своего города. Где я только не была, куда я только не ездила. Скорее, Ленинград, Ленинград, Петербург, Ленинград. Потому что я патриотка нашего города. Ни на что не променяю. Вот я была недавно в Москве. Да нет, 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 нет. Наш город и наши люди, и наше, так сказать, предприятие, наш театр, это все другое. Поэтому я патриот своего города. Я здесь родилась и никуда отсюда уехать не хочу. Где бы я ни была, господи, и Италия, и Америка, и Франция. Да, красиво, да, хорошо, да. Домой, 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 Ленинград, Петербург. Лучше нашего города нет. Это очень красиво, не случайно. Иностранцы, которые приезжают, они как завороженные ходят, потому что действительно у нас потрясающий город. И не только город, у нас люди совсем другие. Вы понимаете? Вот подойдешь, скажешь, я в Москве, как пройти туда? Не знаю. Скажешь, мне вот надо на такую-то улицу. Деточка, пойдем провожу. Понимаете? А вам не кажется, что в последнее время вот эта инаковость в петербуржцах, она как-то сходит на нет? Теряется немного? К сожалению, к сожалению, к сожалению. Ну вот надо прививать как-то. Я не знаю. Я не знаю, как. Это зависит от родителей, которые воспитывают своих детей в духе патриотизма. Вот это обязательно надо. Ну а как же? А вот в чем этот дух патриотизма? Как его воспитать? О чем нужно ребенку говорить? Как вам кажется? Музеи, театры, кино, улицы, экскурсии. Ну а как же иначе? А иначе как? Мало, мальчик растет, растет в Москву. О, красное платье, я хочу туда. Ну и все. А ты пойди посмотри на дворцовую. И кто там жил? И этот Эрмитаж, и дворцы наши потрясающие. Я с удовольствием смотрю другие романовые. Чудная передача, изумительная совершенно ведет Николай Витальевич Буров. Он чудесно ведет. Какие интерьеры, какие судьбы, какие люди живут. Вот на чем надо воспитывать. А не на этом. Нет, это нет, это мраз. Это все поверхностное, это все ерунда. Ну это зависит от мамы с папой. Ну то есть получается, что быть патриотом равно быть культурным человеком и воспитанным. Конечно, конечно. И вот это самое главное. Ну а как же? Ну что, это воспитание, воспитание, которое должно. Конечно, семья самая главная. Самая главная семья. Все говорят, что важнее всего две вещи. Работа и любовь. Но побеждает работа. Мы купим Фани самолет, чтобы она не улетала от нас на каких-то чужих. Мы купим Фани. В семье достаточно денег. Вы сказали, что вы были в Москве. И я знаю, что вы ездили туда на съемки картины «Северный ветер». Это было какое-то время назад. И что Москва вам не так близка, в отличие от родного Петербурга? Ну, вы знаете, дело все в том, что я ведь работаю в двух театрах. И поэтому я приезжала утром, целый день снималась и вечером уезжала. Так что практически я, так сказать, по Москве не ходила. Ничего. Это был огромный павильон с декорациями. Замечательный режиссер Рената Литвинова. Я очень рада, что я с ним познакомилась. У меня была работа, трудно, было трудно, потому что с утра приедешь, вечером уезжаешь, приезжаешь сюда и играешь в фриктах. Трудновато было, конечно, очень. Но я рада, что я, так сказать, трудности преодолела. Картина вышла. Как вам фильм? Ну, вы знаете, я была там на премьере. В Москве, да? Да, да. Это кинотеатр художественный. Кстати говоря, тоже я зашла, думаю, ну, сейчас увижу знакомых актеров, режиссеров. Никого. Стоят такие важные все. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое? Что такое? Вот они такие. Да. На бок с нами. В общем, хорошо. Вот. Рената смонтировала там пять серий. Она смонтировала на два часа. И, к сожалению, мои, не все ваши сцены. Да, вас там крайне мало, на самом деле. Да, да. Я так расстроилась. Я ей позвонила. Приехала уже сюда в Петербург. Я говорю, Рената, в чем дело? Она говорит, а по телевизору будет пять серий. И там у себя ваши сцены вся. То есть будет телеверсия? Ну, я не знаю. Было, не было, ничего не могу сказать. Но еще не было. Не было, да. Но, видимо, через какое-то время. Ну, через какое-то время, наверное, может быть, и будет. Но, во всяком случае, я очень рада, что я... Я ведь со многими режиссерами работала. Разными совершенно. Козинцев, например, первый приходит на ум. Ну, Григорий Михайлович, это вообще. Вот. И поэтому мне очень было интересно. Я присматривалась к ней. И мне было приятно, что она точно знала, что она хочет от актера. Вот так. Раньше видели бобины, это все проявляли. А теперь я сел и побежал другу смотреть. Я сижу, я вообще на себя не люблю смотреть. Сижу. И по ее лицу я только видела. Хорошо. Или переснимаем. Все, значит, не получилось. Она точно знала, что она хочет. И это мне очень нравилось. Потому что были режиссеры такие, ну, оттуда выходите. А, нет, нет. Было лучше оттуда. Нет. Вот давайте оттуда. Были такие. Попадались разные. Такие, как Григорий Михайлович Козницев. Это вообще. Ну, я тогда девчонка была совсем. Правда, что он был в вас влюблен? Я смотрела одну телепередачу о вас. Там утверждали, что Григорий Козницев был в вас влюблен. Не знаю. Это я не могу сказать. Во всяком случае, я ведь приглашена-то была не на роль. Я же была приглашена. Время было трудное. Мы с мамой очень тяжело жили. Белый хлеб на столе, это было счастье. Карточки. Послевоенное время. Послевоенное время? Ну, конечно. И я танцевала в мусскомедии. Моя профессия основная – балет. Вот. И был такой чудный актер, Анатолий Евгеньевич Королькевич. Комическая актер. И вот как-то подошел, Бертаня, на студию, я говорю, понятия не имею. Давай фотографию свою я отнесу. Я сейчас там часто бываю. И вот и меня стали приглашать. Так что съемочный день был 4 рубля 50 копеек. А если два дня? А если три дня? Ну да, девять и так далее. Уже, может, батончик можно было купить. Татьяна Львовна, простите за нескромный вопрос. А сколько у вас сейчас стоит съемочный день? Извините, пожалуйста. Ну, если вы реализуете это, я согласна. Давайте попробуем. 70 тысяч. Ну вот, и самое, меня пригласили на просто прогулку на лошадке. Это фильм «Пирогов». Пирогов, да. Почему его не показывать? Такая картина. Там такие актеры снимаются. Скорбогатов, Чесноков, Черкасов, Лебзак. Я не понимаю. Я ничего не могу понять. Вот. И самое, а мне так понравилось. Мы на Кировских островах, на лошадке, их замечательно. И вот я действительно знаю, я не знаю, может быть, да. И вот так, я вдруг почувствовала взгляд. Он говорит, ну-ка, идите сюда. Я с лошадки соскочила. Вот так. Костюмеры, ну-ка, ты киньте ей костюмчик Дарьи Севастопольской. Вот это была его мысль. Я пришла в таких сапогах, в платке, после этого шикарного костюма. Он говорит, как хорошо, как интересно. Я говорю, что хорошее, вот там было хорошо. Да я же матросская дочка, меня здесь все знают. И Нахимов Павел Степанович. Да ну. Ну, и матрос каждый. Да будете врать-то. Не верьте, не верьте. Здорово, черноморцы! Здравствуй, Даша, радость в Наху! Здравия желаем, служивая! Так скажите, Пирогов. Что? Да ведь не только выучиться, как раны зашивать, да как кровь останавливать. Кровь останавливать. Мы, братцы, Миколай Иванович, всю науку сюда привезли. Тогда же были худсоветы, тогда же в худсоветах сидели такие актеры, такие режиссеры, потрясающие. Эрнер, Трамбург, Иванов, сам Григорий Михайлович. И он, Трамбург, вышел и говорит, Таня, тебя утвердили на Дарью Севастопольскую. А там роль со словами уже. Ну да, 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 да. Весоная. Я пришла домой, маме рассказала, мама заплакала. Как же так? Я говорю, мамочка. И вот первый раз в титрах была моя фамилия. Если вернуться к Северному ветру, к последней картине, вышедшей с вашим участием. Не последняя. А уже после Северного ветра вышло? Расскажите мне, что я пропустила. Пропустили, конечно. Простите, пожалуйста, что я пропустила. Расскажите. Все. Скоро будет счастье. Почему-то опять не идет. Почему, не понимаю. Очень милая, славная картина. Сорокин Дмитрий. Снимали в квартире, сняли в квартиру какую-то. Все снимали здесь, в Петербурге. Ну, опять бывшая балерина. Ну, что я могу сделать? Ну, мне все время дают бывшую балерину. Ну, ладно, хорошо. И очень славная такая. Никакого мордовития, никакого убийства, никакого хулиганства, никакого стриптиза, ничего. Наверное, поэтому не дают, не знаю. Так, а вышел фильм? Да нет. Я просто его не видела. Я о нем читала. Я сама его не видела. Я поэтому и говорю, что Северный ветер последний вышедший. Ну, слава богу, высоропали деньги. Закончилось, и ничего уже. Полгода ничего. Ну, у меня же договор на руках. И мой поверенный человек, который занимается моими делами, он вытаскивает самое. И спросил у него, а почему? Ну, думают. Чего думать? Показывать, не показывать? Не знаю, что. А там дело все в том, что у бывшей балерины, которая живет в квартире, на окна повесили рекламу, которая горит в круглые сутки. И она не может ни спать, ни есть, ни ходить, ничего. Это невозможно. Она вызвала милицию. Пришел молодой офицер, который начал это дело. Пришла его помощница, они познакомились. Симпатия между ними возникла. И я их вроде как бы... И в результате сняли эту самую рекламу. И все хорошо, и все замечательно. Вот, собственно, весь сюжет. Но все это очень мило, очень славно. Вот так, ну, не знаю. Но и это еще не все. Звонят. Татьяна Львовна, мы хотим, чтобы вы озвучили мультфильм. Я говорю, я никогда этого не делала. Я озвучила много актеров. Даже Элизабет Тейлор как-то в каком-то фильме озвучила. Не помню, в каком. Ну, я в мультфильме. Ничего мы вам научим. Я приехала на студию. Оказывается, все наоборот. Значит, мне дали сценарий. За стихлом режиссер. Я должна сыграть этот сценарий. И потому, как я сыграю, художник напишет... Личность. В результате я озвучила даже две. Привет, бабульник. Это название? Привет, бабульник. Меня пригласили в Москву. И я получила диплом за лучшую озвучение этой роли. Ух ты. Да, вот недавно это было. Вам понравилась такая работа? Да я ничего не поняла, что-то... Такие страшные бабки, кошмарные... Алло, это тетя Рада. Солнышко, с наступающим. Ну, целуй, целуй, пока, пока. Писать хочешь, но не хочешь, как хочешь. Ну, и это еще не все. Вот так. Я без дела сидеть не могу. И вянам, как цветок на поле. И еще сыграть что-нибудь хотела, и будет все тогда в порядке. Вот, у нас в театре работает молодая актриса, которая занимается режиссурой Валечки Коровниковой. Она пришла в гримерку и говорит, Татьяна, вон я начинаю бывшую балерину, хочу, чтобы вы сыграли. Снова то же самое амплуа. Да, да. Вот. Фильм «По дэ де». Очень хорошая картина. Она идет 15 минут. Так что вы можете даже ей... Очень симпатичные ребята играют там, замечательные. Очень хорошая картинка, которая прошла по всем фестивалям. И вот мне Валечка позавчера привезла диплом из Румынии. Бест актрис. Ого, мои поздравления. Вот так. Тебе никогда не стать прямой. Валентина Коровникова сняла же еще по вашему сценарию документальный фильм про вашего супруга Бориса Одежна. Это я написала сценарий «Пантомима, любовь моя». И Валечка взялась самая. И 16 февраля, день рождения Бореньки, эта картина прошла. Когда происходит такая утрата, очень сложно говорить и находить те самые слова. А тут вам нужно на камеру рассказывать о, наверное, самом любимом человеке. Да. Вам это помогло отпустить и принять ситуацию? Конечно, помогло. Безусловно. Я общалась с ним. Все время я общаюсь с ним до сих пор. Ну, 45 лет. Танечка, куда сденешься? Да, конечно. Никуда не сденешься, правда? Все в зале увидели классический образец «Пантомима». Всяко было. Я приезжала всегда. Он же у Броневицкого работал с пехой, которая никогда, кстати говоря, его не вспоминает. А он заполнял все паузы. Выходил, и его не отпускали, потому что он так работает. Потрясающе мим. Вот. И поэтому я с трудом. Материала много. Много материала. И мы, я помню, были гастроли «Дальний Восток». А у них кончились гастроли. И он приучался на «Дальний Восток». В отпуск. Так что было потрясающе. А первый раз, когда это был город Горький, только-только мы с ним познакомились, поженились. И опять-таки он откуда-то... Мы на гастроли в Горьком, а у него закончилось, и он приехал Горьком. И на спектакль. И после спектакля мы идем, а девчонки впереди идут и... И показывает мне. Одобрили. Так что вот так вот. Поэтому эту утрату, ее никогда не пережить. Никогда не пережить. Я сейчас сейчас это все чувствую. Но стараюсь, конечно, стараюсь. И только работа. Только вот мой родной театр. Это мой дом. Ко мне относятся... Я так благодарна. Так благодарна. И вот я прихожу сюда, и у меня душа оттаивает. Потому что дома, конечно, и дочка, и внучка. У них свои дела, своя жизнь. Ну, и никаких претензий не имеет. Сам бы была? Пять раз. Ну, это только официально. У меня весь паспорт за жен. Дети есть? Вот чего нет, того нет. Так, так. Так, значит, нам надо съехаться и жить всем вместе. Сколько времени потеряно. Мы сыграли премьеру. Семья в подарок. Да. Последний вышедший спектакль здесь, на сцене Балтийского дома. Я говорю, нет, под тем названием, которое написала Птушкина, я играть не буду. Пока она умирала. Нет, нет. Зачем это? Зрителям надо. Значит, и вот театр... При том, что, простите, у вас есть спектакль с таким же корнем в глаголе, деревья умирают стоя. Ну, с Сашей Билинским спорить нельзя было. Сашенька был. Я его знала, слава богу, сколько лет. Вот. Ну, и, значит, театр придумала вот это самое. Семья в подарок. Поставил Юрия Цуркана, с которым я работаю уже третий спектакль. Баба Шанель, Мамуре и Семья в подарок. Это такой подарок, понимаете, когда понимаешь по взгляду режиссера. Ага, туда не надо, сюда. Все, я понимала его буквально. Поэтому работа была просто одно удовольствие. Несколько спектаклей сыграли семью в подарок. И вдруг, значит, кланяемся. Валерочка Соловьев выходит вперед и говорит, товарищи мои, сегодня присутствуем при торжественном вручении золотой маской. Я вообще, мне ничего не сказали, я встаю. И вот Николай Витальевич вышел с маской, и мне вручили золотой. Красоты необыкновенные. Это было такое просто для меня невероятно шок прямо. Ну, радостный шок такой. У вас есть зрительское признание, безусловно. Вас считают жемчужиной актерской труппы театра «Балтийский дом». Золотая маска – это престижная награда. Вот вам важно это? Потому что есть же, безусловно, зрительская любовь. Ну, безусловно. Я не могу ничего. У меня весь дом заполнен письмами. Вот позавчера получила, вот, игры в умру, мне приняли. Слушайте, я просто... Ну, я не взяла его, потому что оно достаточно большое письмо. Пишет вам молодой человек. Мне 18-18. И вот, пожалуйста, к нашему разговору. Значит, есть такие? Которые, я интересуюсь кинематографом и театром. И начинает перечислять все мои картины. Ух ты. И такой слог. Вы, как-то он сравнил. Вы как лоскутное одеяло, где каждый лоскуток греет. И, в общем, это одеяло нас согревает. Потрясающие какие-то ассоциации. Невероятные совершенно. И внизу написано. Дема. Рязанская область. Ух ты. Да, да, да. Я слышала, что вы написали, у вас есть книжки, но я пыталась их поймать. Книг нигде нет. Не знаю, не продают. Ну, вот я покопалась, нашла у себя там книжку еще, которую можно... Пошлю ему. А, вы отправите его книгу. Ну, пошлю обязательно. Дима, да. За чудное письмо. Ну, там, Дефирамбы. Это все бог с ним. Ну, потрясающе. Дима. Вот так. Так что, зрительская любовь очень... Я, например, не могу выйти на улицу до сих пор. Подходит. Это вы? Да я, я, я. Слава богу, еще, боженька, мне эта моя внешность не исказила. Слава богу, это прекрасная женщина. Не любуйтесь на нее. Если вы... Я... Поехала. Вообще, удивительное дело, что вы упомянули спектакль Мамуре. Я когда смотрела, я все методично пытаюсь вернуться к Северному ветру и с вами об этой картине поговорить. Очень похоже в Мамуре, вы глава семейства. Да. И вас, по-моему, впервые вы на сцене появляетесь, вас как бы вывозят практически. Первый раз. Да? Первый раз. Ну, в начале спектакля, я имею в виду. Да, но зато потом я танцую. Да, да. И в Северном ветре вы впервые появляетесь в кадре. Вас также на троне вывозят к этой новогодней елке. Ну, в общем, вот так вот. Наверное, смотрят на мой год рождения. Ты здесь, Василий? Уже здесь. Так, поправь вензели. Будет сделано. Проверь, у всех ли есть салфетки. Ясно. Готовь шампанское. Будет сделано. Марфа! Быстро на кухню. Несены. Как вы относитесь к феминизму и к матриархату? Вы как сильная женщина. Умная матриарха. Я положительная. Когда, так сказать, владеет этим глупая женщина, это ужасно. Ну, как распознать? Это вопрос очень сложный. Дай бог, чтобы умной женщины было побольше. Осталось только понять, действительно, что нужно для того, чтобы быть этой умной женщиной. Это воспитание, это образование, это окружение. С кем общалась, с кем общается. Понимаете? Это имеет очень большое значение. Я общалась всегда с очень талантливыми, умными, прекрасными людьми. Начиная с самого детства. Мой крестный был Кузьма Сергеевич Петров Водкин. Петров Водкин. Вы понимаете? И семья наша дружила с семьей Кузьма Сергеевича. И потом у меня был потрясающий папа. Это был абсолютно энциклопедия. По любому вопросу можно было к ним обратиться. Он был очень талантливый. У него был чудный баритон. Он пел, потрясающе. Мама играла и атанцовала, конечно. И чудно рисовала, великолепно. У меня картины до сих пор висят по ним. И поэтому у нас в доме всегда были очень интеллигентные, очень вежливые, очень умные люди. Наверное, как за месяц, так сказать, так оно и пойдет. У меня все, слава тебе, господи, сложилось, так сказать. Хотя по-разному. Но жизнь актера так неровна и так зависима порой. То затрудни тебе корону, то вдруг забвение и простой. Это я так была. То же самое. То, так, так. Простой. Но когда есть театр, это не так ощущается. Потому что и съемочки. Как хорошо и театр, и съемочки. А нет съемочек. Есть театр. Мой родной театр. Которому я 50 с лишним лет. Да. И совершенно случайно. Как я на это... Как мне это, боженька, надоу, не знаю. Я была в Доме кино. Пришла в Доме кино. Работала в студии киноактера. При Эллианфильме. Вдруг ко мне подходит директор этого театра. И говорит, Таня, а вы не хотели бы попробовать себя в театре? У меня же нет драматического образования. У меня только балетное. Я рискнула. А оказывается, должны быть гастроли театра. А актриса, которая играла в спектакле, ушла. И нужно было срочно заменить. И меня срочно ввели в этот спектакль. Человек со звезды Карла Виттлингера. Вставил Иван Росомахин. Нужно было сыграть четыре роли. Как? Это же как. Человек с хореографическим балетным образованием. Тут же надо говорить. Посыл. Огромная сцена перед вами. Но это было на малой сцене. Да. Человек со звезды. Я сыграла медсестру, просто девушку, мото-гонщицу и пожилую женщину, которая ждала своего мужа с фронта. Вот это мне было самое трудное тогда. Сколько вам тогда было? Не скажу, не скажу. Это 63-й год. 63-й год. И Иван Данилович пришел к директору, который меня пригласил. И говорит, меня эта актриса устраивает. И мы уехали в Уфу на гастроли. Ну тогда же месяц был гастроли. Это не сейчас. Два дня и прибежали. Два дня и прибежали. Месяц гастролей. И во время этих гастролей подошел Павлович Холмский ко мне и говорит, Таня, я начинаю все равно до биржерак. Я хочу вам предложить роль Роксаны. Вы же в итоге больше 600 лет. Мы играли в этот спектакль. Мы сыграли его 604 раза. Представляете? Когда я пришла в этот зал громадный, боже мой. Балкон еще был. 1700 мест. Никаких микрофонов. Это сейчас. Идут, 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 идут. Ничего. И там, чтобы меня слышали. А я привыкла в кино, вот так говорится. И вот получше. Это была школа. Я ему благодарна. Клоняюсь. Да. Недавно ушел из жизни. Какой режиссер. Потрясающий. У вас есть, поправьте меня, если я ошибусь, в цифре 5 книг ваших? 5 книг вышло, да. И я знаю, что у вас в планах издать шестую книгу со своими стихами. Ну, у меня более 70 стихов, да. Да, да. Да, я наизусть не знаю, прочитаю или нет. Я не люблю природных выведаний, холодный дождь и небо в облаках. В такие дни и нежные признания наверняка потерпят крах. Поэты часто воспевает осень, прозрашесть дали и не по утрам. Когда темнеет ровно в восемь, и на полях гвалт-галок тут и там все замирает. Поле, лес и речка, шуршань желтых листьев под ногой. Я скорее стремлюсь к теплой печке, чтобы не слышать ветра вой. Люблю весну. Она сулит нам что-то, надежду на прекрасное дает. Как будто солнечное око нас хочет отогреть, но много дней вперед. И хочется тогда так много сделать. И даже необъятное объять. И радость появляется, и смелость. Все, кажется, могу понять, и все, кажется, простить, и все понять. И хочется продлить такое состояние. Оно нам силу, молодость дает. И грустное бывает расставание, когда еще один минует год. Спасибо огромное. Знаете, когда напротив тебя человек сидит гораздо опытнее, всегда хочется задавать довольно банальные, очевидные вопросы, в надежде, что тебе ответят что-то, что станет очень важной основой для твоей жизни. Да. Скажите, пожалуйста, что такое любовь? Любовь. Это прежде всего уважение и понимание партнера, с которым ты живешь. Иногда прощать какие-то сложности, какие-то трудности в характере. Это надо, если любишь человека, то можешь ему простить даже какие-то повороты жизненные. Может, тоже делать. Вот так мы с Боренькой прожили. Когда говорят, что два актера, это не может быть в семье. Да нет, может. Может, потому что... Ведь он меня каждый раз встречал после спектакля. Уже сам не работал, потому что Пантономива, это как балет, 20 лет все. И вот он меня встречал, то у метро, то на улице. Я говорю, Борь, зачем ты? Ну, как же так? Я говорю, должен тебя встретить. Понимаете? И я старалась, так сказать, скрасить его. Он приходил, он за него преподавал в коллективе. Девушки приезжали, поздравляли его, то же самое, его очень уважали. Но по-разному складывается, вы понимаете. И вот когда, наверное, я так думаю, два человека не понимают друг друга, вот это не любовь. Это просто живут вместе, да и все. А настоящая любовь, это прощать надо, надо уважать. Надо понимать, что человек, да, имеет свои какие-то привычки, имеет какие-то отрицательные стороны. Ну, что же делать? Вот так. А как вы думаете, когда один человек покидает этот мир, и душа, допустим, переходит в некое иное пространство, связь души ушедшей с душой оставшейся на земле, она сохраняется? Думаю, да. Думаю, да. Я не знаю, может быть, я... Сегодня такие праздники у нас. Но я ощущаю его присутствие в доме все время. И такая фотография, которая, бывает, знаете, смотрит в одну точку и все. А такая вот, глаза все время за мной следят. Куда бы я ни пошла, он смотрит. Сюда пошла, он смотрит. Туда пошла, он не смотрит. Я все время с ним разговариваю. Поэтому мне кажется, что, безусловно, при наших отношениях, при том, что мы прожили 45 лет, душа в доме. Я это чувствую. Я это ощущаю. И это мне придает силы, безусловно. Потому что он мне помогает. Вот я ухожу на спектакль, говорю, Боренька, помоги мне. Прихожу, говорю, спасибо тебе большое. Я чувствую себя лучше, чем когда шла на спектакль. Прямо, а уж такие трудные, как Мамура. Вы же понимаете? Конечно. Тяжелые спектакли. И вот деревья, которые нельзя сыграть с холодным носом. Надо всегда, чтобы тебя внутри все бурлило. На это надо силы. Где взять эти силы? Потому что, правда, это же очень сильный и сложный спектакль. Ну, вот. Оттуда. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что будут еще новые роли в кино и на сцене. Мы будем очень ждать. Хочу сыграть в киношке. А что хотите сыграть? Не надо мне балет. Не хочу я бывшую балерину. Какую-нибудь историческую роль. Какую-нибудь императрицу. Да, какую-нибудь, понимаете, королеву, принцессу. Я не знаю, кого еще там. Пока вот глава клана была женская. Да, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое.